здравствуйте любители старой отечественной радиоаппаратуры сегодня хотелось бы снять и показать вам совсем короткий ролик обзорчик про интересный отечественный электрофон vega 101 стерео это был первый массовый широкодоступный довольно качественный электрофон стереофонический выпускался в конце 70-х начале 80-х годов прошлого века в общем-то позволял в довольно неплохом качестве прослушивать стереофонические монофонические записи с грамм пластинок всех форматов я о нем уже рассказывал не уже есть ролик про такую вегу мы просто принесли в ремонт недавно еще один такой же аппарат и я не удержался решил таки этот ролик снять вот хочу напомнить вам что данный аппарат выпускался бердским радиозаводом в комплект аппарата входил собственно сам электрофон то есть проигрыватель со стройным усилителем мощности и две акустические системы мощностью по 10 ватт полочная акустика вот да еще интересная деталь данный аппарат снимался наверное в известном вами в фильме любовь и голуби помните гурченко роли раиса захарованы мне там был такой аппарат она не услышала масные вот ну ладно собственно говоря дело что есть я представляет данный аппарат как я уже сказал выпущен бердским радиозаводом виде значит комплекта из трех блоков то есть проигрывателя электропроигрывателя с усилителем и акустики характеристики технически его следующие выходная мощность номинальная по 6 ватт на канал максимальная по 10 ватт на канал значит диапазон распроидоводимых звуковых частот при проигрывании грамм записи на акустические системы от от 80 герц до 12500 герц диапазон как видите такой невысокий но тем не менее тем не менее позволяющий все-таки послушать достаточно хорошем качестве грамм пластинки фирмы мелодия звук снимать у него пьезокерамический давайте посмотрим вот такая декоративная крышечка полупрозрачная закрывает у нас данный аппарат она не имеет ни петель никаких либо иных фиксаторов кроме собственно говоря своей формы при прослушивании перед прослушать мы можем ее удалить соответственно вот сняв крышечку мы видим перед собой такую интересную конфигурацию это единственный задействий проигрывателей диск которого полу скрыт вот такой выступающий деревянной полированной крышечкой полочкой соответственно имеет вид такой некой консоли и может быть какого-то пульта даже диджейского есть этот аппарат вот в наши дни он популярен у любителей ламповых усилителей именно с точки зрения своих интересной формы начинка выбрасывается в его корпус прекрасно вылезает самодельный ламповый усилитель мощности вот в этом углублении ставится трансформаторы два выходных один большой трансформатор питания здесь на этой полочке ставится изогнутый лист очень удобно можно разместить большие красивые лампы вот опять же немножко тем отвлеклись давайте собственно говоря аппарателем значит как я уже сказал оснащенным пьезокерамическим звукоснимателем вот здесь мы национальными можем этот звукосниматель видеть вот газику 631 как правило идут для данного звукоснимателя вот тип это такие бывает оснащен алмазной иглой вот как в данном случае если игла алмазная то здесь написано алмаз чем примечательна звукосниматель тем что он имеет две иглы стерео для воспроизведения стереофонических и монофонических пластинок на 33 оборота и вот старая игла для воспроизведения старинных патефонных пластинок на 78 оборотов и вот таким легким движением руки перекидываются переключаются эти соответственно иголочки для проигрывания стерео вот видите два пересекающихся колечка мы видим иголочка в таком положении будет работать вот она здесь снизу у нас на канделивере на канделивере а вот а если мы захотим прослушать патефонную пластиночку то просто перекидываем вот таким образом здесь получается у нас значок 78 оборотов и мы можем слушать уже пластиночки на 78 оборотов снимается и ставится звукосниматель очень легко без всяких паек подсоединение проводов просто втыкается вот так вот свою вилку вот проигрывать еще характерен тем что он позволяет проигрывать проигрывать пластинки значит трех скоростей 33 стандартная 45 для основного зарубежной пластинки и 78 оборотов это старые птифонные так называемые граммофонные вот все управление сосредоточено в правой с правой стороны довольно удобен доступ к управлению здесь пойдем руку и крутим все рукояточки нажимаем все кнопочки вот за исключением того что сзади находится кнопка включения акустических телефонов головных вот но остальные все органы управления на передней панели значит включается проигрыватель нажатием на вот такую кнопочку системка акустическая не от него это так для примера поставил то что можно услышать загорается красный огонечек берем пластиночку и ставим вот на эту полочку предварительно сняв центр щеточку она применяется для пластинок с большой дырочкой к середине импортную возьмем пластиночку и поставим ее на диск проигрывателя это конечно не удобно очень не удобно расположен диск и устанавливая диск пластинку на диск проигрывателя можно ее попортить и вот об эти вот вещи и соответственно о центральный штырек диска вот установив нужную нам скорость проигрывания в данном случае 33 оборота мы выводим тонарм на нужное нам место пластиночки доставим иголочку нам данном случае стерео выводим тонарм на нужное место громзаписи на пластиночке и переводом вот этой вот клавиши пуск запускаем проигрыватель работа ну характерная для данного правиль для пластиночка с вячеславом добрыниным вот выключим повернула переведя рычажок в положении стоп мы включаем диск и микролиз поднимает тонарм над пластинкой чтобы можно было снять не повредив дорожечки аппарат оснащен автостопом сейчас попробую показать вам как он работает при выводе пластинки на крайние дорожечки автостоп должен сработать и поднять тонарм над пластинкой а 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 вот сейчас должен сработать автостоп надеюсь что сработает да как вы обратили внимание вот произошел щелчок клавиша пускали умножить в исходное положение и тонарм при помощи микролиста приподнялась над пластинкой теперь его можно отвести на место парковки и поменять диск допустим это мы слушали диск на 33 оборота давайте возьмем старинную пластинку патефонного ленинградского завода и поставим ее на это диск видит она по диаметру меньше у нее всего одна песня на стороне ставим значит переключатель скоростей на положение 78 оборотов переключаем иголочку в нужное нам положение выводим тонарм на начало записи и опять таки жмем пункт мы из Портурика сколько песен будет шума смеха чико-чико милый чико на земле такого парня поищи сколько блеска сколько шика у него в петлице алая гвоздика вот он идет за ним толпой народ но его увидишь сразу на края так чико-чико посмотри-ка это чико прибыл к нам из Портурика и шагает с песней чико эй красавица окошко отвори-ка он любому капалерам показать сумеет как леса кулерам если рубашь загремела то он с красоткой ходит нежным как румео чико-чико из Портурика всем девица верный рыцарь добрый чико он девчонку не обидит а коварство и измены ненавидит весел всегда набраться с ним беда он любого парня сладит из трубах чико-чико из Портурика вот такого ты попробуй покори-ка но взгляни-ка есть улика у девчонки высоко моя гвоздика у девчонки волоса его гвоздика автостоп ждем пропанки сработал вот так работает данный проигрыватель как видите он достаточно универсален то есть можно проиграть и патефонные и более современные пластиночки сейчас еще коротко об органах управления то здесь все просто справа как я уже сказал расположен регулятор громкости регулятор баланс по каналам регулятор частот отдельно по высоким по высшим и низшим частотам и четыре переключателя они соответственно позволяют в данном случае включен переключатель звукоснимателя можно нажав эту клавишу включить вход от магнитофона сзади есть гнездо использовать аппарат в качестве усилителя мощности нажав эту клавишу включаем вход радио а это переключатель моностерео моностерео при прослушивании монофонических пластиночек нажимаем данный переключатель и слушаем монозапись в более высоком качестве вот слабое место всех этих аппаратов оснащенных ГЗКУ это вот это вот наша с вами так что у нас здесь заголовка то а здесь ГЗП кстати стоит ГЗП 305 СА заголовка звукоснимателя пьезокерамической серифанической слабое место это то что у них вытекает вот эта вот вся их так сказать демпфирующая смазка со временем вот то что находится вот здесь то что держит пьезокристаллы в вязком состоянии для того чтобы соответственно частотная характеристика была необходимая нам заявлено производителем но они от старости все портятся все это дело вытекает вот это была тоже негодная совершенно головка но у меня к сожалению не было я ее немножечко попытался отреставрировать все это промывается пульверизатором я очень аккуратно мягкой кисточкой спиртом вот но для того чтобы подвижная система не болталась не выдавала одни высокие частоты совершенно воровский метод сюда аккуратно вставляется кусочек специально подобранного поролона вот вы видите то есть в принципе скажем так частотная характеристика падает показатели в общем то звукового качества тоже значительно уменьшается но тем не менее прослушивать старые пластинки не очень качественные можно можно на данном аппарате с данной головкой что но они достаточно достаточно проблематично и стоят довольно много денег вот так чисто для дачи нужно применить вот такой колхозный метод ремонта головы ГЗКУ вот ну естественно с такой головкой ни в коем случае пасе ваш боже прослушать какие-нибудь качественные диски вот собственно говоря все что я хотел сказать про этот чудесный аппарат благодарю вас за внимание всего вам доброго искренне ваш